В эфире Пингвинус. В этом ролике новости из мира Linux и IT. Состоялся релиз Vine 6.0. Пару слов вообще о том, что такое Vine. Vine — это не совсем программа в привычном понимании. Это целый комплект различных библиотек и утилит, которые позволяют запускать программы или игры, написанные для Windows внутри Linux. И Vine не является эмулятором. Даже само название Vine изначально интерпретировали как рекурсивный акроним от выражения Vine из нод эмулятора. Что это означает? Когда мы говорим об эмуляторе, то обычно подразумевается то, что внутри базовой системы, в которой вы работаете, создаётся некое окружение, которое эмулирует другую систему или устройство. И в этом окружении, в этом эмуляторе запускается какая-нибудь Windows-программа. Vine же работает не так. Он ничего не эмулирует. Вместо этого он реализует под Linux те системные вызовы, вызов Windows API и библиотеки, которые используют программы Windows. Он как бы нативно интегрирует Windows-программу внутрь Linux. Упрощённо это что-то вроде такого слоя совместимости между Linux и программами Windows. Конечно, есть различные особенности, ограничения. Далеко не все Windows-программы могут таким образом работать в Linux, или у них может не работать часть функций, или они могут работать нестабильно. И в целом разработка Vine сопряжена с огромным количеством трудностей. Это действительно очень сложная задача, учитывая то, что исходный код компонентов Windows закрыт, плюс Microsoft ещё часто не документирует работу своих системных вызовов и библиотек. А когда появляется новая версия Windows, то появляется ещё тонна новых библиотек и функций, которые нужно реализовать. В общем, разработка Vine — это целая головная боль. На сайте Vine можно найти информацию по тем Windows-программам и играм, которые работают через Vine прямо в Linux, или наоборот не работают, или работают частично. Можно, например, запускать уже не новые версии Microsoft Office, Photoshop и многие другие программы. Ещё один очень интересный момент заключается в том, что Vine даже может работать ещё и под Windows. Его там не так просто поднять, но это возможно. На первый взгляд это кажется странным, зачем это нужно, но его иногда используют для запуска тех программ, которым нужна более старая версия Windows, а Vine как раз, например, эмулирует более старую версию Windows. Давайте теперь перейдём к новому релизу. Я буквально пару слов скажу. Во-первых, в течение всего прошлого года разработчики переносили библиотеки модули Vine в формат PE . Это именно тот формат, который используется в Windows для DLL-библиотек. И сейчас заявлено, что все ключевые модули переведены в формат PE. Также добавили связывание динамических Linux-библиотек с DLL-библиотеками. Работает это следующим образом. Если вызывается какая-нибудь функция и её реализации нет DLL-библиотеки, то Vine ищет библиотеку с аналогичным названием, но уже Linux-версию, с разрешением SO. Выполнили различные улучшения, касающиеся поддержки Direct3D. И в компоненте Vine D3D обдобавили экспериментальную поддержку API Vulkan. Кстати, ещё такой момент. Почему-то я замечал, что в Linux-реде многие не любят Vine. Мол, зачем он нужен? Но на самом деле Vine или часть его компонентов используется ещё во многих других программах, которые служат для запуска Windows-приложений и игр в внутри Linux. Кроссовер, например, или, например, игровой сервис Steam его очень активно используют, правда, они недавно переименовали свой компонент в Proton, но в базе там именно Vine. Так что Vine полезная вещь, помогает перейти на Linux и ещё сильно расширяет игровые возможности Linux. Правда, если использовать Vine в чистом виде, то нужен некоторый опыт, чтобы что-то через него запустить. Что-то очень давно мы не вспоминали про Microsoft, но вот недавно появилась небольшая новость про VSL. VSL — это технология от Microsoft, которая встроена в Windows и которая позволяет запускать Linux прямо внутри Windows. И Microsoft всячески пытается сделать так, чтобы работа Linux была максимально прозрачна, в том плане, чтобы была некая интеграция, связь между Linux и Windows. То есть, чтобы Linux работал не так изолированно, как, например, на классических виртуальных машинах. И вот недавно Microsoft написала, что для VSL добавлена возможность запустить любую команду Linux при запуске VSL-дистрибутива. То есть, дистрибутива, которая запускается внутри Windows через VSL. Для этого нужно в файле etc.vsl.conf прописать в разделе Boot свои команды. Да, подобное можно сделать средствами Linux, но тут есть свои особенности, есть проблемы. Все-таки VSL — это некая вариация виртуальной машины, поэтому Microsoft сделал вот такое решение. И, скорее всего, опять же, это задел на будущее для улучшения интеграции Linux внутри Windows. Хотя звучит это, честно говоря, страшновато. Также написали, что когда вы выключаете Linux, и когда уже последний Linux процесс завершился, то VSL-дистрибутив еще на самом деле внутри Windows продолжает работать в течение некоторых минут. И есть даже команда, чтобы посмотреть, работает еще VSL-дистрибутив или нет. Зачем он продолжает работать, почему-то не уточнили. Так что VSL не забросили, продолжает развивать, а я, как всегда, выражу беспокойство за наш любимый Linux. Просто процитируют шутливый комментарий на одном из ресурсов. Отличная работа, совсем скоро никто не сможет запустить Linux без Windows. Идем дальше. Представлена новая редакция смартфона PinePhone, которая работает на Debian Linux. Сам смартфон разрабатывается компанией Pine64, стоит относительно недорого, есть две модели, за 150 и за 200 долларов, но, правда, имеет очень скудные аппаратные характеристики. Это не массовый продукт, это в чем-то эксперимент, в каком-то смысле разрабатывается на энтузиазме. И его ключевая особенность в том, что он работает на Linux. Не на Android, а именно на Linux. Ранее я уже рассказывал про другие редакции PinePhone на системах Ubuntu Touch, PostMarket OS, Manjaro Arm Edition, KDE Plasma Mobile. И недавно была анонсирована новая редакция Mobian Community Edition, которая основана на Debian Linux и она использует дистрибутив Mobian. Mobian – это проект по разработке версии Debian для мобильных устройств на процессорах ARM. В нем используется оболочка графического окружения Foge, которая основана на технологиях GNOME. Заявлено, что практически все функции PinePhone теперь поддерживаются в Mobian и отдельно указывается на то, что в системе отсутствуют трекеры, которые собирают ваши персональные данные, а также при первом запуске пользователю предлагается включить полное шеврование диска. По характеристикам и по корпусу ничего не изменилось, за исключением того, что на задней крышке красуется логотип Debian. К сожалению, пока, как и раньше, PinePhone – это все-таки экспериментальный проект с крайне ограниченными тиражами. Даже если купить себе PinePhone, то я уверен, что полностью он не сможет заменить с собой любой другой смартфон на том же Android. Пока это смартфон скорее для увлеченных Linux-ом людей, для гиков, для программистов – некий такой пришелец. Как обычно, повторюсь, я не оставлю надежды на то, что когда-нибудь в далеком будущем мы сможем свободно покупать себе смартфоны на Linux, а с root доступом менять себе дистрибутивы, как мы это делаем на компьютере. Состоялся релиз браузера Vivaldi 3.6. Мы не раз про него уже говорили. Это очень интересный браузер, разрабатывается командой программистов, которые объединены даже как компания Vivaldi Technologies. В основе у программы движок с открытым исходным кодом Chromium и уже поверх него пишется масса своего функционала, как внутреннего, так и внешнего. К особенностям Vivaldi я бы отнес в первую очередь свой вектор развития. Они действительно развиваются каким-то своим параллельным путем, не похожим на другие популярные браузеры. В Vivaldi постоянно добавляются новые функции, которых у других браузеров нет. Да, иногда эти функции представляют собой чуть ли не целые мини-программы, встроенные в браузерах, но это и есть особенность Vivaldi. То есть некий такой мини-комбайн-комбайн-браузер. Но при всем этом он остается полностью, как это говорят, юзабельным и действительно очень функциональным. И вторая особенность браузера — это огромное количество настроек, которых нет в других браузерах. Здесь можно штатными средствами настроить очень многое. Это и разные мелочи, вроде включения-отключения разных элементов интерфейса, так и более крупные вещи, вроде расположения панелей, настройки тем оформления, цветов и так далее. То есть он прямо-таки напичкан разными мелочами. К сожалению, все это немного омрачается тем, что программа частично проприетарна. То есть часть ее исходного кода закрыта, поэтому для любителей свободного ПО она не подойдет. Теперь посмотрим на новый релиз. Отмечу только основные изменения. Во-первых, сделали двухэтажные или двухуровневые вкладки. Это возможность расположить вкладки в два ряда. Верхний ряд — основной, а под ним уже во втором ряду показываются вкладки текущей группы. То есть если вы просматриваете обычную вкладку, то второго ряда нет. Если вы просматриваете группу, то появляется второй ряд вкладок, и в нем показываются вкладки этой группы. Как интерфейсное решение я бы не сказал, что оно удачно, смотрится немного странновато. Причем здесь есть справа еще кнопочка с замочком, и можно ее нажать, чтобы показывать второй ряд всегда. Это очень удобно, кстати, когда вы открываете вкладку без группы, то всегда виден второй ряд, и в нем уже можно открыть новые вкладки, и у вас как бы автоматом создается новая группа. Если в настройках выбрать режим отображения вкладок слева, а не сверху, а в Вивальде это можно сделать, то для группы будет отображаться второй ряд вкладок, то есть вторая колонка, и тоже здесь работает кнопочка с замочком. В целом, решение хорошее, интересное. Как я уже когда-то рассказывал, все, что касается работы с вкладками, сейчас будет развиваться самыми активными темпами во всех браузерах. Вкладок при работе с каждым днем становится все больше, и нужно их как-то структурировать. Думаю, в будущем может появиться возможность создавать древовидные структуры вкладок, они только двухуровневые. Продолжая это увеличивать количество настроек, ранее была добавлена возможность редактировать полностью под себя контекстное меню, которое появляется при клике правой кнопкой мыши по разным элементам интерфейса программы. То есть, например, нажимаем правой кнопкой мыши по логотипу в Вивальде, и у нас открывается одно меню. Или, например, по кнопке «Домой» открывается другое меню. И таких меню пару десятков. И вот каждое такое меню можно редактировать. Можно менять и добавлять в него свои пункты, то есть и полностью под себя настроить под свои нужды. В новой версии расширили количество разных меню, которые можно редактировать. Добавили возможность настраивать меню, которые появляются в боковой панели при клике по закладкам, загрузкам, заметкам или пунктам истории посещения. И более того, еще написали, что в следующих версиях добавят еще новое меню. Это прямо какая-то полная свобода действий появляется. Можно, наверное, полдня так сидеть и настраивать все под себя. А потом думать, что же я наворотил. Есть еще пара мелочей и исправление ошибок. Как итог, я думаю, что это очень перспективный браузер. Да, он далеко не популярный сейчас, но для любителей разных альтернатив Vivaldi как раз подойдет. Он действительно предлагает именно альтернативные решения, он не похож на других. И еще именно к достоинствам я отнесу то, что несмотря на то количество функций, которые в нем есть, он не производит впечатление какой-то перегруженной программы. То есть все реализовано достаточно аккуратно. Я имею в виду именно в плане интерфейса. И еще к достоинствам я бы, наверное, отнес то, что его разрабатывает не крупная корпорация, а небольшая организация, как мне кажется, действительно увлеченных людей. Сам я пока им не пользуюсь, но не исключаю, что когда-нибудь, может, посмотрю уже в его сторону более внимательно. Тем более, учитывая нашу следующую новость. Грядут очень интересные изменения, связанные с браузером Chromium. А если быть более точным, почти со всеми браузерами, основанными на Chromium. Компания Google объявила о том, что с 15 марта прекращает давать доступ к своим программным интерфейсам, которые используются для синхронизации с сервисами Google. Это значит, что во всех браузерах, которые основаны на Chromium, и в самом браузере Chromium, прекратит работать синхронизация закладок, паролей, истории посещения и других данных. Плюс еще некоторые функции вспомогательные перестанут работать. Например, нажмите, чтобы позвонить. Конечно, это не затрагивает браузер Google Chrome от Google, в нем все будет работать как прежде. Для справки, браузер Google Chrome, который разрабатывается компанией Google, основан на движке Chromium. Chromium – это браузерный движок с открытым исходным кодом. Его разрабатывают совместно несколько крупных и не очень компаний, среди которых сам Google, Intel, Microsoft даже и другие. Браузер Google Chrome использует движок Chromium, поверх него еще добавляет свои функции и формирует свой браузер, который является проприетарным, то есть часть его компрограммного кода закрыта. На основе движка Chromium выпускают много разных браузеров, некоторые, скажем так, независимо идут особняком от Google, а некоторые используют синхронизацию через Google. То есть, когда вы в настройках браузеров входите в учетную запись Google в таких браузерах, то именно через сервис с Google осуществляется синхронизация, и ваши данные хранятся именно на серверах Google. В качестве примера браузеров, основанных на движке Chromium и использующих синхронизацию через Google, можно привести, во-первых, браузер Chromium, это, скажем так, наиболее чистая сборка на движке Chromium, и, например, браузер Brave. В Brave, насколько мне известно, только закладки синхронизируются через свой сервис, а остальное через Google. И есть независимые браузеры, которые основаны на Chromium, но используют собственные системы синхронизации. Это тот же Vivaldi, это Microsoft Edge и другие. У них проблем быть не должно. И на самом деле ситуация довольно серьезная. Дело в том, что Chromium очень широко используется, особенно в Linux-среде. Он нравится пользователям, и получается, что существенный функционал браузера может перестать работать. Тут нужно сделать оговорку, те данные, которые у вас уже синхронизируются, они никуда не удалятся. То есть они останутся и в облаке у Google, и у вас локально. Но связи между ними уже не будет. Возникает еще вопрос, какая причина всего этого? Об Google написали, что они провели аудит, и выяснили, что сторонние браузеры на базе Chromium интегрируют различные функции Google, например, синхронизацию, или нажмите, чтобы позвонить, клик-то-кол, а такие функции предназначены только для использования Google. Собственно, все. То есть так как они предназначены для Google, то сторонним их использовать не нужно. Объяснение, конечно, так себе. Если встать со стороны Гугла, то действия корпорации, конечно, понятны. У них есть свой продукт в виде Google Chrome, и, конечно, им не хочется, чтобы их сервисы использовали в конкурентных продуктах фактически. Насколько, как бы помягче сказать, красивы такие действия, это уже другой вопрос. Что будет дальше с самим браузером Chromium, а вот здесь перспективы не очень хорошие. Например, уже целый ряд дистрибутивов заявили, что, скорее всего, прекратят готовить пакеты Chromium для своих систем. То есть фактически браузер Chromium будет изгнан из многих дистрибутивов. И очевидно, что многие пользователи просто предпочтут альтернативу в виде, например, Firefox. Он, кстати, не основан на движке Chromium, и у него собственный сервис от синхронизации от компании Mozilla. Или какой-то еще другой браузер. Тот же Vivaldi, например, даже не исключает, что это на руку Microsoft, который недавно Edge под Linux сделал. Хотя в таком случае можно и Google Chrome, наверное, использовать вместо Microsoft. В общем, мне очень жаль браузер Chromium. Я как-то всегда с теплотой к нему относился. Конечно, Chromium не прекратит существование, но станет более локальным, так скажем. Есть еще, кстати, надежда, что найдется какой-нибудь более-менее крупный игрок к однорынке, который напишет или предоставит свою систему синхронизации для Chromium. Но пока об этом никто не заявил. А на этом все. Я благодарю всех за просмотр. Всем добра, здоровья, хорошего настроения. С вами был Пингвинус.